Мы называем этих мух черными львинками, а в англоязычной литературе они называются черными солдатами. А вот китайцы их называют сытный ужин и говорят, что они очень здорово хрустят, вот как жареная картошечка. Еще у них классный запах, когда их жаришь. Вот и фермер из Архангельска Геннадий Иванов решил о домашней черную львинку. Чтобы, во-первых, утилизировать свои отходы, они едят абсолютно все, личинки. Во-вторых, чтобы иметь удобрение для домашних животных, куры замечательно просто едят этот корм. В-третьих, чтобы кормить рыбу, во-первых, прекрасная наживка, во-вторых, сейчас есть совхозы, колхозы, и их можно кормить этими личинками. И в-четвертых, чтобы выделить хитоза. Это такое вещество, которое выделяется из хитина, а хитин – это то, из чего состоят оболочки этих мух. Это вещество, которое используется сейчас очень во многих сферах промышленности, начиная от атомной, заканчивая парфюмерной. Вот он и решил – займусь-ка я мухами. В сотрудничестве с Институтом экологии и эволюции Академии наук мы адаптировали технологию конкретно под условия Аркангельской области, где минимум светового дня. Разработали технические условия на кормовую добавку, как источник корма для животноводства и аквакультуры. С одной стороны, и с другой стороны, сейчас эта работа продолжается. Я считаю, что полтора года – это маленький срок, это начало большого пути. Геннадий Иванов не только сам увлекся разведением черной львинки, но и зародил своим хобби других людей. Вот есть такой сайт, форум на севере он называется. Есть такая ветка личинки черной львинки. Вот видите картинки, которые они там выкладывают. Огромное количество людей общаются, и это потрясающий совершенно форум, потому что это похоже на форум, например, собаководов, тех, кто разводит котят. Потому что они каждый день фотографируют свои личинки, они выкладывают фото вместо со своими личинками. Они их взвешивают, они обмениваются советами, чем их кормить. И вот причем кормят они их, ну абсолютно всем, естественно, они едят, но иногда они кладут им просто вот, например, сейчас вот вы видите, да, какое-нибудь потрясающее мясо дорогое, да, для того, чтобы узнать, как вообще личинки реагируют на такую еду. То есть они действительно любят своих личинок. То есть действительно червей можно любить. С другой стороны, а что же их не любить? Вот эти личинки, они не пахнут, как опарыши, они совершенно с нормальным запахом. Мухи совершенно прекрасны. То есть, во-первых, они не кусаются, их можно, потому что у них хоботок и то отсутствует, у них нет рта. И, во-вторых, они не суетятся, их можно спокойно в руку взять, действительно, как домашнее животное, погладить. Интересно то, что эта муха, муха-черная львинка, она создана для того, чтобы любить, потому что она просто вылетает, немножко пьет водичку и размножается. Но весь цикл, на самом деле, вот можно увидеть на этом видео, где представлено изобретение Катарины Унгер из Австрии. Она изобрела вот такую настольную ферму, почему-то назвали ферма 432, для разведения личинок. И вот вы видите, вот уже вылетели мухи, да, и вот она немножечко пьет воду. Сейчас она, видите, там сердечки даже нарисованы, то есть, они друг друга полюбили, и сейчас они отложат яйца. Вот у Геннадия Иванова для разведения этих мух и для конкретных яичек приготовлены соты. А здесь вот немножечко другое, да, вот здесь вот уже вылупились личинки, они сейчас сильно едят, ну, предполагается, что они очень сильно едят. И вот, наконец-то, после этого они перестают есть и превращаются в куколок. Очень интересный момент, потому что, когда они превращаются в куколок, у них зарастает рот, и они по такой вот лесенке, ну, вообще по стеблю, да, в природе, а здесь вот таким вот трубочкам, они сбираются вверх, и сверху уже их можно брать и использовать для изготовления удобрений, так и для любых нужных. Можно, можно их поесть, например. А вот Геннадий Иванов использует не только куколки. Он понял, что чёрные львинки, именно мухи, это прекрасный источник хитина, из которого можно изготовить хитозан. Вот вы видите две формулы, да, верхняя формула – это хитин. И немножечко больше там, посмотрите, собственно, зачем нам этот хитозан, когда хитин так сильно похож? Дело в том, что хитин не смешивается вообще с водой, его невозможно добавить ни в какое вещество, как ингредиент. А хитозан можно получить просто, обработав хитин обыкновенной щёлочью, но несколько раз обработав, будет уже хитозан, который смешивается абсолютно со всем. То есть мы можем взять вещество, нужное нам, и добавить в ингредиенты. Причём тогда мы сможем его использовать вообще в любой сфере промышленности. Поэтому фермер выбрал для себя медицинское применение. Вот вы видите, тут применение вообще показывают, то есть это сельскохозяйственное, химическое, бумажное, пищевое, атомное, фармакологическое, текстильное. Вот наш Геннадий Иванов выбрал фармакологическую промышленность и начал изготавливать хитозан. И вот последняя потрясающая новость, что удалось вылечить годовалого ребёнка этим хитозаном, потому что у него была инфекция кишечная, и три дня он был с температурой, невозможно было ничего сделать. И тут ему дали хитозан, и он за три дня буквально встал на ноги. Конечно же, вообще для науки это ничего не значит, это всего лишь один случай, и поэтому это могло быть от чего угодно. Но всё-таки в этом отношении надо хитозан, конечно же, сейчас исследовать. И мы будем ждать других случаев подтверждения медицинской ценности хитозана, которую японцы считают веществом 21 века. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok